Добрый вечер! Приветствую вас в нашей информационной программе по русски с немецким акцентом. У нас сегодня премьера, у нас гост, который был у нас неоднократно, но всегда по скайпу из далекой Бавары. Сегодня он у нас наконец-то в Берлине в студии. Приветствую Альфреда Коха. Добрый вечер! Здравствуйте! Спасибо, что вы к нам приехали. Их был в Берлине! Да, по Степан Кеннеди, точно. Альфред, на этой неделе были выборы во Франции. Многие ожидали, что Ле Пен выиграет. Как вы думаете, то, что Ле Пен все-таки только во второе место заняло, как это восприняли в Кремле? Ну, я не знаю, как это восприняли в Кремле. Я могу рассказать, как это я воспринял. Как вы восприняли? Я воспринял это как, безусловно, успех Ле Пен. Потому что это было второй раз, когда представитель национального фронта вышел во второй тур. И первый раз это был еще папаша нынешней Мари Ле Пен. Он вышел с результатом 16%. Она же вышла с результатом 22%. Что, безусловно, большой успех, как мне представляется. Но, собственно, с другой стороны, никого сюрприза не было. Потому что все опросы показывали, что ровно вот такой уровень поддержки у нее и есть. И вряд ли она его сильно нарастит во втором туре. Потому что вот ее электорат, собственно, за нее и проголосовал. То есть, вы думаете, она уже победу вряд ли одержит? Такого сюрприза, как у нас было с Трампом, не ожидаете? Да нет. Ну, слушайте, все опросы показывали преимущество Клинтона над Трампом или Трампа над Клинтоном в пределе 1-2%. Уровень поддержки, который социолог... И там сюрпризы могли быть. Уровень поддержки, который социология показывает в отношении Мари Ле Пен, вряд ли... Ни один из самых оптимистических прогнозов не дает больше 25%. Нарастить еще 25% это практически нереально. Я напомню вам, что ее отец, когда вышел во второй тур, он в первом туре набрал, я еще раз повторю, 16%, а во втором туре аж 17%. Вот я думаю, что примерно такой рост будет и у нее. Сейчас русские СМИ, они уже говорят, что Макрон, если он победит, это будет спутник Меркель, это будет ее марионеткой. Я считаю это бред, потому что так считать, это чисто русские понятия политтехнологии и заговоры, что они именно перекладываются на Францию. Я думаю, Макрон взрослый мальчик, хоть и молодо выглядит, еще молод, но чтобы он был спутником или даже марионеткой Меркель, я считаю это бред. Как вы считаете? Ну, я не очень понимаю, что такое марионетка Меркель. Если Меркель занимает правильную позицию, и человек, который эту позицию поддерживает, то, что в этот момент становится марионеткой Меркель, нет, он марионетка правды. Абсолютно. Может, обидно, что не марионетка Кремля. Да, да, глупее быть марионеткой лжи, понимаете. И мне очень понравилось, сейчас в Москве очень обиделись на него, что он такой антироссийский. Я говорю, нечего в предвыборной кампании государственными русскими СМИ распространять сплетни, что он гомосексуалист, а потом обижаться, что нас никто не любит, что он спутник. И Russia Today не пустили на свою предвыборную кампанию. Абитенцев все-таки. Тема сексуальной ориентации Макрона, она, так сказать, в меньшей степени интересует французских избирателей. А зачем они это делают? А в большей степени интересует русских избирателей. Ну, у меня большая плохая новость для русских избирателей, они не голосуют на французских выборах. Поэтому они, так сказать, в большей степени ориентируются на то, что, так сказать, весь мир устроен так же, как Россия. А мир устроен по-другому. И французские избиратели на это, по-моему, в меньшей степени реагировали. Это очень интересный момент. А что-нибудь по-своему подумали? Вот, би, вот, сейчас все будут думать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. У него рейтинг резко вырастет. Хотели как лучше? Да, мне кажется, что глупость состояла в том, что Лепен, она как раз педалировала свое, так сказать, хорошее отношение к Кремлю и к Путину. Да, это точно. И по логике избирательной кампании Макрон вынужден был занять антироссийскую позицию. Да, это правда. Вот кто-то там должен быть. И вот эта тема имела значение больше, чем гомосексуализм или его отсутствие у Макрона. Поэтому, как бы, они его сами загнали в русло антимосковской риторики. И теперь, даже уже став президентом, он не сможет, так сказать, сделать какие-то серьезные повороты от этой своей позиции, в которую его загнала сама Москва своими пропагандистскими СМИ, вот такую избирательную кампанию для Лепена определив. Если бы Лепен, например, вообще я думаю, что для французских избирателей отношение к Москве вообще дело 25-е. Это точно. Они о другом думают, чем о Москве. Они о другом думают. И поэтому разумно было бы с точки зрения избирательной кампании Лепен на эту тему вообще меньше говорить. И тогда бы Макрону осталось бы пространство для маневров в пользу Москвы. Но сейчас они ему его не оставили. Все, тогда переходим к нашему любимому пазажиру заокеанскому, Дональду Трампу. Про него тоже самое можно рассказывать, что очень много говорили, что он такой пророссийский. И сейчас, наоборот, он проявляет твердость. И ему, да, для того, чтобы поддерживать достаточный для него рейтинг и уровень поддержки со стороны избирателей, он вынужден занимать антироссийскую позицию. Именно потому, что, так сказать, сильно педалировался вопрос его пророссийского курса. И, кстати говоря, Дональд Трамп оказался человеком, который умеет учиться. О чем вы это заметили? В школу его отправили? Нет, он умеет учиться. Если вы помните, его предвыборная позиция состоялась в жестком протекционизме. Точно, да. Он всегда говорил о том, что он будет вводить заградительные пошлины, чтобы сохранять рабочие места и так далее. Сегодня стало известно, что он принял решение не выходить из договора о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Таким образом, все его предварительные заявления о том, что он будет как-то ограничивать свободную торговлю с Мексикой и Канадой, они оказались не поддержаны какими-то его действиями. Обманывает испирателей, да? Нет, я считаю, что он может учиться, потому что все знают, что любые протекционистские меры, они, так сказать, обоюдоострые. И если ты вводишь какие-то заградительные пошлины для импорта, проводишь импортозамещение, то жди, что и твой экспорт будет ограничен. И таким образом, все рабочие места, которые ты получишь за счет импортозамещения, ты все потеряешь за счет сокращения твоего экспорта в эти страны. И поэтому он понял, что свободная торговля – это, в общем-то, справедливое решение. И то, что недавно показывали диалог министра торговли Соединенных Штатов с главой МВФ, где она его, наконец, спросила, что же такое в вашем представлении справедливая торговля, и он фактически сказал, что справедливая торговля – это торговля беспошленно с обоих сторон. Это уже совсем другое дело. То есть, вы думаете, он тогда этот азиатский торговый... Я думаю, что в каком-то времени он вернется к тому, что снова Америка войдет в тот договор о техокеанском партнерстве, из которого она вышла. И мне кажется, что это все равно глобализация мировой торговли – это неизбежный путь на нынешнем уровне развития, как говорится, экономик, всех этих стран. Как он с Путиным дальше будет? Как вы думаете, все-таки они опять приблизятся, или он будет и дальше в такой твердой позе, которую он сейчас принял? Я думаю, что Америка вообще будет играть, как говорится, вторым номером в взаимоотношениях с Россией, и она не будет выступать с какими-то инициативами, и всякий раз будет реагировать на какое-то поведение Путина. Если Путин не делать будет ничего, то и Америка не будет ничего делать. Если он сидит, будет тихий, а его не дергать. Да, если он будет какими-то, так сказать, активными шагами выступать, то реакция Америки будет зависеть от того, какие это шаги. Если это будут позитивные шаги, то реакция Америки будет позитивная. Он хоть и хвост поджимает пока, да? Ну, этого мы сказать не можем, что он там поджимает, если у него вообще хвост. Но то, что Америка, так сказать, никакой такой самостоятельной русской политики не имеет, и для нее это там 25-й вопрос, взаимоотношения с Россией, это очевидно. Потому что есть кризисы, которые ее волнуют, честно, больше, чем Россия. Там корейский кризис, тот же сирийский кризис, там взаимоотношения с Европой и так далее, и так далее. Взаимоотношения с Китаем. Интересный когнитивный диссонанс, потому что я сейчас был в Москве, там, естественно, ощущение, что, состоит ощущение, что Америка днем и ночью только думает о том, что делать с Россией, там говорят, что НАТО наступает. То есть, если из Германии на это смотреть, то ощущение, что это полный предмет. Ну, слушайте, ну, тут я прошла публикация статей о том, как Китай размещает ядерное оружие по границам с Россией, и там все эти статьи показывают, что на самом деле военные приготовления Китая, они намного более серьезные и опасные, чем все, так сказать, усилия НАТО за последние 20 лет. Поэтому... Это мальчат. Мне кажется, что вообще все эти страхи, которые российская пропаганда в головах россиян порождает, на самом деле никого отношения к реальности не имеют. Так я тоже считаю, да. Поэтому мы с вами, слава богу, находимся не в России, поэтому что нам это... А люди действительно верят в Россию, вы как русскими, объясните, настолько это глубоко в сознании, но вы все... Откуда я знаю, я в России не был 4 года. Ну, все, общайтесь там. Ну, с теми, с которыми я общаюсь, они не верят. Это в какой-то степени каждый из них немножечко поражен этой бациллой пропаганды. Это правда, она проникает все-таки. Но самое главное, что вот стоит им сюда приехать, буквально неделя, и они уже, так сказать, начинают смотреть на себя со стороны и говорить, господи, какими глупостями мы все занимаемся. Видят, что мы не занимаемся военными спорами, что тут не ходят везде, что мы детей не одеваем в форме, как это там делается. Они делаем кроваты для детей в форме этих ракет и прочего, а там-то это все происходит. И они, наверное, проекции думают, раз мы это делаем, значит, немцы тоже делают и американцы. Нет, ну это же штурм Рейхстага недавний. Расскажите в двух словах, что там было. Ну, это же смешно, они построили под Москвой картонную модель Рейхстага и штурмовали его, взяли. Но самое смешное, там два факта, которые меня просто поразили. Во-первых, когда переодетые в форму солдат Красной Армии люди штурмовали Рейхстаг, которые обороняли люди, переодетые в форму вермахта, то еще до взятия на Рейхстаге с самого начала развивалась Красная Знамя. Ого, еще да, режиссера не додумалась нам, это как-то не по понятиям так. То есть немецкие солдаты, по замыслу режиссера, защищали здание, над которым развивалось Красное Знамя. А самое главное, другое, самое главное, что они штурмовали Рейхстаг с круглым куполом, круглого Фостера. В то время как тот Рейхстаг, который штурмовал Красную Армию в 1945 году, имел четырехгранный купол. Это они уже Бундестаг нашли. Шурмовали с Красным Знаменем на нем. Это было очень страшно. Не дорабатывает. Да нет, ну это просто комедия. Мы уже пришли к России, там сейчас новейшие данные Bloomberg на этой неделе писали, что очень сильно падало доверие Медведеву после разоплачения, о которых там писали, фильм снимал Навальный. Как вы считаете, что дальше надо уже саботиться о бедном Дмитрии Анатольевичем? Ну, вольный или невольный, Навальный, как мне представляется, в общем-то, определил формат путинской избирательной кампании. Да. Я думаю, что изначально избирательная кампания планировалась как очень тихая, спокойная, без событий, скучная и ждали, так сказать, очень низкой явки, очень низкой активности избирателей. И на этой вот низкой явке, так сказать, использовать все возможности для вбросов, фальсификации и так далее, обеспечить эти, так сказать, положенные Путина там 70 или 65 процентов голосов. Навальный задал совершенно другую интонацию, он создает, так сказать, сам события, сам их пиарит и создает вот эти вот бесконечные поводы для обсуждения и так далее. И фактически Кремль должен реагировать как-то на все это. Как-нибудь, да. И реакция Кремля всегда такая. Делать какие-то популистские шаги, которые, так сказать, актуальны в рамках той повестки, которая сегодня определяет общественное сознание. Вот. Поскольку повестку определяет Навальный, то в общественном сознании это, конечно, вопрос, так сказать, бесконечного количества дворцов Медведева. И все эти дурацкие оправдания, которые дают, так сказать, люди, которые управляют его этими фондами, они только подогревают... Они вообще-то ерунда, они не могут, по сути, они не в состоянии, конечно... Они дают поводу Навальному новые фильмы выпускать. Уже по поводу тех аргументов, которые... Это фантастика такая, ютские... То есть они на самом деле, так сказать, уже утухающий информационный повод постоянно поддержат актуальному. Но в этих условиях, как мне представляется, разумно было бы с точки зрения Кремля в какой-то момент, накануне избирательной кампании, так сказать, уволить Медведева, начать кампанию по борьбе с коррупцией, вот именно в это, в отношении Медведева, и тем самым поднять свой рейтинг. Но тут уже проблема у Путина. Если он сейчас будет снимать Медведева, это он же всегда хочет быть сильным, я там не поддаюсь никакому давлению, а будет выглядеть, как будто это его реакция на Навального. Это вопрос упаковки, в которой это будет упаковано. Это же ведь может быть упаковано в упаковку, что я даже не потерплю коррупцию, даже по отношению к самым близким своим людям. Смотрите, какой я, так сказать, человек даже своего, так сказать... Это да, но успех Навального это будет все равно. Ну, успех Навального, если Навальный не допустит до выборов, то какая разница, какой у него рейтинг? Что у него будет дальше у Навального? Он только на свободе пробудет сейчас, как вы думаете, я... Там они очень нервозны именно насчет Навального. То есть это все, чего они сейчас больше всего боятся. Как Путин будет себя вести? Ну, как бы они не пытались скрыть своего страха, но очевидно, что они боятся Навального. И этот страх, в общем-то, виден. Я думаю, что люди, пускай даже не артикулируя этого, они подсознательно ощущают, что Кремль, конечно, боится Навального. Да. Вот. И это сказывается и на рейтинге Кремля, и на рейтинге власти, и на вообще всей атмосфере в стране. Хотя это всего лишь только мое предположение. Настолько он... То есть он опасен. Я считаю тоже, потому что это нельзя рассчитывать. То есть они же прекрасно знают, что малейшие события... Ну, безусловно, безусловно. Понятие, в чем дело? Дело в том, что сейчас мы переживаем такой кризис традиционных медиа, и выборы в Америке это показали. И то, что Навальный очень эффективно использует все сетевые технологии, и всевозможные, так сказать, оффлайн-технологии по поводу этих штабов, непосредственного контакта, много ездить по стране и так далее, и так далее. Это, конечно, очень эффективные средства в условиях, когда доступ к традиционным СМИ у него ограничен, или фактически полностью отсутствует. И это дискредитирует основные СМИ, потому что люди видят, что они не показывают настоящие новости. Да. И таким образом, это процесс такой. Растет эффективность сетевых СМИ, как у Трампа была, и падает эффективность традиционных СМИ. Очень сильно. Их только старики, что смотрят, и депутаты, как они в шутку говорили. И вот эта атмосфера, в которой, во-первых, А, Навальный задает повестку, создает ивенты, сам вокруг этих ивентов пиарится. Во-вторых, так сказать, кризис традиционных СМИ, который начался уже давно, и который, в общем, привел к катастрофе, так сказать, Клинтон. И в России он тоже сейчас имеет место. Все это создает атмосферу, так сказать, крайней неопределенности. И я думаю, что вопрос о том, как будет разбираться избирательная кампания в России, будет определяться уже в четвертом квартале этого года. На самом деле, избирательная кампания в России начнется сразу после окончания выборов в Бундестаг. И, быть может, даже выборы в Бундестаг тоже будут частью этой избирательной кампании. Это как, объясните? Ну, потому что, так сказать, очевидно, что, так же, как во Франции, в Германии российская пропаганда тоже достаточно эффективно работает. И она работает против Меркель. Она работает против Меркель. Мы знаем, что, так или иначе, Россия каким-то образом поддерживает АФД, поддерживает Линкс и так далее, и так далее. Может быть, даже социал-демократ. Ну, вот, через Шеледора, через... Ну, да, там связи есть, не будем это... И понятно, что если... Что победа Меркель на этих выборах будет... Так это или не так, это уже вопрос 25-й, но будет восприниматься в России как поражение Путина. Абсолютно, если это будет, как Пашочина. Да. Если уже Лепет не пройдет еще в 2-е... И это будет еще одна череда из бесконечных поражений Путина за последний год. Будет обидно с этой жаркой. И на таком фоне, так сказать, начинать избирательную кампанию свою собственную будет значительно сложнее, чем на фоне бесконечных побед, как это было бы сразу после Крыма, например, и так далее. Вы считаете, сейчас Навальный, как бы, он консолидированный лидер оппозиции? Потому что очень долго же было очень разные ветки и... Ну, я не знаю, насколько он консолидирован. Вы его признаете? Я, я, да. Но я никогда не отказывался от его поддержки. Я всегда считал, что он значительная фигура в российской оппозиции. И в той ее части, которая находится в России, после того, как Немцов был убит, я думаю, что он просто безальтернативный лидер оппозиции. Смешно говорить о таких людях, как Касьянов, или там Ивлинский, или там Митрохин. Гудков, как я понял, с федеральной повестки ушел в местную повестку. Он будет баллотироваться в мэры Москвы. И поэтому в этом смысле, так сказать, у Навального просто нет конкурента. Но Ходорковский выступил в его поддержку. Я так понимаю, что остались только люди, там, у Каспаров, Иларионов и Пиантковский. И вот вся эта компания, которая в Вильнюсе собирается. Я не знаю, как они относятся к Навальному. Просто не знаю. Может, они его поддерживают. Я надеюсь, что они относятся. Но, откровенно говоря, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Навальный на сегодняшний день, хотим мы этого или не хотим, он реальный лидер оппозиции. Удастся ему объединить оппозицию? Этих сил, про которые вы говорили, тоже туда объединить? А я думаю, что... Ну, во-первых, я думаю, что удастся. А во-вторых, я думаю, что даже если не удастся, это не имеет значения. Потому что все люди, которые останутся за пределами, за бортом поддержки Навального, кто останутся у него в оппозиции, они вообще, так сказать, марганализируются до предела. Тут есть немецкие эксперты, которые считают, что вы должны бы, как чеченцы, делать это правительство фискнане. То есть, эксильное правительство. Как вы относитесь к такой идее? Не, ну, мы это кто? Оппозиция. Оппозиционные лидеры между собой договариваться. И назначить своего, как бы, премьер-министра. Не знаю. Как вам нравится? Ну, я вообще в эти игры играть не собираюсь, потому что я сам во власть не собираюсь. И мне это не очень интересно. То есть, вы не хотите вернуться? Я за ней не, слушайте. В Баварии так хорошо? Это было 22 года назад. Тем не менее, знаете, на таких визотах... Нет, в Баварии очень хорошо, в Германии вообще хорошо. У вас теперь другие горы, да? Там были карьерные вершины. Слушайте, ну, у меня есть бизнес, я занимаюсь немножко журналистикой, общаюсь с людьми, я путешествую. Ну, почему я должен заниматься той деятельностью, которая мне, откровенно говоря, не нравилась, даже тогда, когда я ее занимался? А если Родина позовет, если Навальный будет президентом? Ну, что такое Родина? И скажет, Альфред Рейнгольдович, вы нужны нам тут. Ну, не будем... Слушайте, я родился в Казахстане. Поэтому, какая Родина меня позовет, это еще 25 раз назад. Могут и немцы, смотри, и казахи, могут смотри, и русские. Это бабушка на твои еще. Я гражданин России, гражданин Германии, родился в Казахстане. Какая Родина меня позовет, это еще... Но у вас нету такой ощущения, вы же сейчас не можете въехать в Россию, все-таки, наверное, хочется, чтобы свободно могли бы ехать, то есть, такой... Ну, безусловно, но это чисто гуманитарная составляющая. В этом нет никакой политической подоплеки. Но такая Тоскан все-таки... Нет, я еще, я готов поддерживать и словом, и делом тех людей, которые, на мой взгляд, хотят России добра и хотят каких-то перемен в России. Вот, например, Навального и никого-нибудь, там, Гудкова и так далее. Вот, но это вовсе не значит, что я как-то хочу участвовать в этой политической жизни. Я считаю, что наше поколение уже свое слово сказала. И если нужна будет им моя помощь, я, так сказать, с удовольствием эту помощь окажу. И даже каким-то советом или еще чем-то. Но самому изо всех сил пытаться навязать себя там в качестве какого-то... Ну, это я считаю разумно, потому что это действительно... Мне кажется, что это неправильно. И у вас слишком красиво в поваре. Ну, и давайте будем реалистами. Дело в том, что тот багаж репутационный, который был нагружен на нашу команду в 90-е годы, он, в общем-то, усилиями средств массовой информации, так сказать, таков, что не думаю, что мое присоединение к какой-то группе усилит ее в плане рейтинга. То есть лучше не присоединиться в том плане, что... Я, например, смотрю на это спокойно, трезво, и, в общем-то, желание россиян не видеть меня во власти совпадает с моим. Не видеть россиян не видеть. Нет, не видеть. Совпадает с моим не хотеть туда. Не хотеть во власти. И там уже отбивали свое, отработали свое. Да. И все. Я думаю, время подшимает, поэтому, увы, мы должны попрощаться до следующего раза. Я напоминаю вас, вы были сегодня в гостях у информационной программы по русски с немецким акцентом. Нас сегодня в гостях был Альфред Рейнгольдович Кох. Я прощаюсь с вами до следующей недели и напоминаю вас, что вы программу не только можете смотреть в прямом эфире, но и на сайте rtvd.de и также в фейсбуке на сайте rtvd. Спасибо. С вами был Борис Райчустер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова